Камчатские поисковики вернулись с острова Шумшу с новыми открытиями о Курильской десантной операции. Очередная историко-географическая Камчатско-Курильская экспедиция состоялась благодаря поддержке Ирины Ровой, которая много лет организует доставку исследователей. Вице-спикер Госдумы первая встретилась с командой и узнала о результатах их 17-дневной работы на Шумшу. Если говорить о самой экспедиции, замечательное взаимодействие вы организовали. Харабль пришел вовремя, погода успокоилась, все загрузили, команда помогала и все добрым словом вспоминали. Спасибо огромное, я очень рада. Большое спасибо. Вы наша самая главная помощь. Мы почти вовремя ушли и совсем вовремя пришли. Одно из главных событий нашей экспедиции, то что было найдено три неизвестных солдата. Причем все советские. Два солдата РКК, то есть один, предполагаемый пехотинец, второй раненый содержал в такой поте. Но так как у нас не было возможности изгумировать, у нас не было тех документов, которые необходимы по закону, мы их просто прикрыли, засыпали, обозначили координаты. На месте захоронения установили временные памятные знаки, на которых отражены сведения о бойцах и данные ведомств, участвовавших в поисковой операции. По итогам экспедиции научный руководитель Ирина Витер выступила с инициативой создать камчатский аналог могилы неизвестного солдата. С губернатором обсудим, потому что в любом случае реже идет о создании на территории Камчатского края. Да, на территории Камчатского края. Мы подготовим соответствующие обращения. Я всецело поддерживаю вашу. Вы согласны, что это было бы очень разумно? Конечно, это справедливо. Почтение памяти тех, кто погиб, и чьи имена, к сожалению, неизвестны. Да, и не просто плита была бы, а прав человека, который защищал. Которого мы могли бы прийти и поклониться. Участники экспедиции также попросили Ирину Юровую поддержать их проект по восстановлению памятников погибшим в годы Второй мировой войны на островах Курильской гряды. Вот один из памятников, который реставрировал, вот эта ржавая табличка, вот слава воинам кончатся. Вот эта практически нечитаемая табличка десантному судну Горьева. Давайте, я подержу. В свою очередь Ирина Юровая попросила участников экспедиции подготовить информационную справку. Как показали исследования, на острове Шумшу остается много взрывоопасных предметов. Снарядов, противодесантных мин, патронов к винтовкам как советского, так и японского производства времен Второй мировой войны. Нас нужно направить по итогам нашей экспедиции, исходя из того, что мы ее осуществляли при поддержке Министерства обороны. Я обращалась напрямую к министру. По итогам экспедиции будет хорошо, если вы подготовите информационную записку, я ее передам. И мы, думаю, решим вместе с Министерством обороны эти вопросы. Мы подготовили такой краткий отчет. Вот как раз предложили. Я думаю, да, сразу с предложениями по поводу того, что были одна. Да, в виде материала с указанием координат под взрывоопасных предметов передаем в Следственный комитет, а дальше и в Министерство обороны куда. Кроме того, парламентарий предложил поисковикам подготовить познавательные информационные стенды для учеников камчатских школ. Но мне кажется, что с вашим участием обязательно точно в каждой школе должны появиться интересные, содержательные, привлекающие внимание детей стенды по Курильскому десанту. В каждой школе. Вот я предлагаю сделать этот проект при вашем участии. Напомним, 23-я Камчатско-Курильская экспедиция отправилась на Курильский остров Шумшу в конце июля. Об отправлении поисковиков военным суднам Минобороны регулярно договаривается Ирина Яровая. Эту экспедицию посвятили 76-й годовщине завершения Курильской десантной операции. Но успехом экспедиции стали и научные открытия команды. По заданию Российской академии наук участники собрали более десятка видов беспозвоночных животных и четыре разновидности водорослей, представляющих интерес для науки. А также, возможно, нашли выходы горячей термальной воды на острове. Информационное агентство Камчатка.